Конституционная реформа В 1999 году сразу стал представителем комитета по законодательству И так им и остается до настоящего момента И клишес, аналогичное, извините за такое слово, сволочь из Совета Федерации Вот эти два человека, сопредседатели специальной комиссии, которая была создана Путиным Состряпали все эти поправки, которые нам кроме вреда ничего другого не нанесут Появилась вместо Ельцинской путинская конституция, столь же незаконная И все так называемые поправки, которые туда внесены, абсолютно незаконны и вредны для России Все, даже если они выглядят по отдельности вроде бы как полезными Главная задача этих поправок была обеспечить пожизненное президентство Путина Оно, правда, сейчас заканчивается, видно, что Путин тяжело болен Мозг его перестает работать, он превратился в говорящую голову Говорящую плохо, сбивчиво, без понимания предмета Человек явно доживает свои последние годы не только в политике, но просто доживает как физическое тело Поэтому не поможет ему пожизненный этот статус Да, перейдет он в Совет Федерации, скорее всего, будет председателем какого-нибудь там Госсовета Плюс председателем Совета Федерации Тем самым будет неуязвим, статус президента будет понижен И сейчас Госдума активно над этим работает А главное для них, они так считают, что главное-то это кто кого назначает А все, закон это куда повернешь, туда и вышло Поэтому все силовики будут назначаться в Совете Федерации Туда Путин и откачует, и будет регулировать этот вопрос А поскольку Государственная Дума, самозванцы, забиты сплошными путинистами То там будут назначать еще каждого члена правительства То есть не председатель правительства, представленный и по согласию с Думой назначенный Премьер формирует правительство, а Дума формирует правительство Это означает, что и премьер-министр, и президент, который придет после Путина Не будут обладать, ну можно сказать, никакой реальной властью А реальная власть сосредоточится там, где останется Путин и путинисты Поэтому они свою жизнь хотят продлить Это, конечно, ни одной проблемы страны не решает Но это решает их частные проблемы, а именно защита их имущества, их капиталов Потому что главная защита это формальное существование Российской Федерации как государства Государственный статус и опора на силовые структуры этого государства Не только внутри страны, но и за пределами страны Поэтому и за пределами страны они свое имущество, и свои вклады в иностранные банки Таким образом пытаются сохранить Ну, жизнь-то идет, и все течет, все изменяется, ничего они не сохранят На этих бандитов есть другие бандиты, они разграбят Как только здесь поддержка этой нечисти ослабнет, то другие бандиты разграбят их капиталы В этом нет никаких сомнений Ну, а в России все их сбережения и все имущество будет реквизировано, изъято в пользу государства Без всякой компенсации А сами их потомки просто будут лишены этого имущества А если кто из этих негодяев доживет, то им место только в тюрьме Но я о другом, о том, что есть еще кроме вот этих двух евреев Которые решали за русских, как русским жить Как будет устроена конституция, конституционное право Якобы они специалисты по конституционному праву Еще есть третий компонент Триумвират был вот этих сопредседателей путинской комиссии Вот я узнал недавно, что существует такая Талия Яруловна Хабриева В девичестве Насырова Это советский юрист Которая превращена в такой национальный фетиш, можно сказать Для Татарстана, Татар и, наверное, всех российских инородцев Все, кто как бы в курсе дела, они вот эту даму считают чуть ли не пророком А иначе как бы она получила звание академика Вице-президента Российской Академии Наук А, в общем-то, это обычный советский юрист Который образования не имел никакого Советский юрист – это человек абсолютно без образования Ну, за редким исключением Люди есть, которые беспрерывно совершенствуют свои знания Но это единицы Советский юрист – это Путин То есть человек, лишенный образования совсем То есть ни в одной области, ни специалист Вот и эта дама якобы специалист по конституционному праву Да какое может быть конституционное право? Его не было ни в советский период, ни в постсоветский Никакого конституционного права Никакого государственного строительства Потому что если бы оно было, то не было бы ни Ельцина, ни Путина И не было бы преступлений перед конституцией Не было бы расстрела парламента Не было бы фальсифицированных выборов в 1996 году И во все последующие годы Не было бы этой конституционной так называемой реформы в 2020 году А поскольку существуют вот такие, чего изволите, дамы Неизвестного или странного происхождения Для того, чтобы за русских все решать Поэтому и происходят вот все эти безобразия Эту дамочку она работала там Сначала это мелкий клерк Там какие-то мелкие услуги власти она оказывала Там была такая должность, была статус-секретарь Миннации Министерства по делам национальности Вот в некоторое время она была там Потом всякие структурки под нее были созданы Потому что якобы это специалист по конституции Я уверяю вас, что этот человек конституцию вообще не знает Вообще не знает Или текст есть, а мозгов-то нет И мозги не могут ничего решить И соответственно текст диссертации Там название такое Не буду повторять Это бред сивой кобылы Якобы есть какое-то правоприменение конституции в Российской Федерации Да не было никогда В судах никогда не ссылаются на конституцию Никогда А если в Думе ссылаются на конституцию Для того, чтобы отклонить какой-нибудь законопроект То там нет аргументации То есть юридическая аргументация На уровне конституционного государственного права Полностью отсутствует Ее не было никогда Поэтому вот эти псевдоученые А эти, они же все доктора наук Им всем присвоены эти звания И Крашененников Председатель комитета в Госдуме Который столько там наворотил Это просто ужас какой-то Это погром вообще права произошел Источником которого Не права, а погрома является Вот этот еврей Крашененников И Клишес Вот они, кстати, на пару Являются еще авторами Законопроектов Антисемейного характера То есть они придумали Скоростные суды Чтобы отнимать детей у родителей Ну то есть они уже не знают Что сделать Как навредить стране и народу Вот придумывают еще и такое И к ней вот эта Мадам Хабриева Да, академик В 2011 году За что академическое звание Присвоено Какие-то у нас сдвиги конституционные Произошли Масштабные Крах конституционализма Произошел Еще при Ельцине А при Путине Дотаптывали последние обломки И вот за это За это Дамочку назначают В Академию наук Какой-то институтик там придумывают А помимо этого То есть помимо погрома Конституционного права Конституции В общем-то государственного управления Еще дамочке Предоставлена возможность Быть Есть оказывается В Российской Академии наук Совет по этничности Представляете себе То есть это Это что Что такое этничность вообще Это что Это какой-то фундаментальный Объект исследования Чтобы Ну я думаю Что это только для того сделано Чтобы присвоить Этой дамочке Статус академика Больше ничего Нужно чем-то занять Нужно якобы Какое-то Научное руководство есть И вот там Какой-то институтик Вот этот советик Ненужные никому вещи Которые кроме деструктива Не вносят ничего Плодят бездельников Которые занимаются ерундой И вот у нас Есть Теперь мы Теперь знаем Кто Совершил государственное преступление Придумав все вот эти поправочки Кто обслуживает Преступную власть То есть Преступную группировку Захватившую власть Не власть А именно Группировку Захватившую власть Вот это Хабриева Татарка Хабриева Татарка ли она Я не знаю точно Ну так Судя по фамилии И два еврея Это люди Которые Атаковали Нашу государственность Естественно По поручению Путина И всей остальной Шайки И они должны Понести Наказание В русском государстве И дай бог нам Русскую власть Чтобы этих людей Поставить на место Лишив их всех Ученых И всяких прочих Званий Наград там Они все усыпаны Там Клишес усыпан Еще и Наградами Церковными Все это конечно Должно быть Публично Содрано Вместе Со всеми Остальными Статусами С их Вицмундиров И должны Они отправлены Быть Куда-нибудь За Полярный Круг Так подальше Еще От Центральной России Куда-нибудь Там На Дальний Восток За Полярный Круг Или в Сибирь Там им место А не среди Госслужащих Которые Отвечают За вопросы Конституционного Права И государственного Строительства Да здравствует Русская власть Слава Руси Господи Спаси